У нас Михаил Валентинович Азанов, военный эксперт. Мы говорим о разном. В прошлый раз говорили о лесе и лесной отрасли. Я уже не знаю, кто застрелился, кто повесился, кто в рост пошел после этого. Сегодня продолжим? Сегодня продолжим. Добрый день. Завершение темы лесной отрасли у нас растянется, видимо, на весь час. Мы в прошлый раз обсуждали ситуацию, сложившуюся в лесной отрасли с точки зрения нормотворчества Рослесхоза, с точки зрения лесных пожаров, с точки зрения повышения инвестиционной привлекательности отрасли. Проанализировали все трудности, с которыми отрасль сталкивается. Увидели, что на самом деле при составлении стратегии развития лесной отрасли ведомство не знает, что уже существует. Принятая в 2012 году стратегия программы развития биотехнологий, где есть целые разделы, в том числе написанные Рослесхозом, лесные биотехнологии, промышленные биотехнологии. То есть огромный объем работы уже должен был выполнить. А когда мы смотрели проект стратегии до 2030 года, который представляли летом в Думе, мы увидели, что там все повторяется. Более того, значительная часть намерений, озвученных Рослесхозом в этой стратегии, это фактически постоянные обязанности ведомства по осуществлению текущей деятельности. Ничего стратегического там, в общем-то, и не видно. Более того, у нас в феврале месяце этого года, уже 18-го, 23-го февраля, увидел свет документ под названием «Постановление правительства 190» 23-го февраля, который касался как раз приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов. Это постановление касается очень важной части освоения лесов, связанной с тем, что у нас глубокая переработка является приоритетом в лесной отрасли. И это постановление регулирует, как государство управляет, как государство относится к тем самым инвестиционным проектам, которые эту глубокую переработку пытаются построить на различных территориях лесной части нашей страны. До этого существовало постановление номер 419, которое ввело в действие такой термин, как приоритетные проекты в области освоения лесов. Оно худо-бедно действовало, что-то строилось, что-то нет, что-то получалось. Но я уже упоминал в предыдущих передачах, что это приводило к некоторым коллизиям, когда чиновники вдруг с трибуны требовали справки о миллиардах долларов на счету у претендентов на получение такого статуса, а иначе такой статус не получите, если справку не предаете и так далее. Вот постановление номер 190, оно просто буквальным образом до анекдота доводит ситуацию, связанную с теми самыми справками, с теми самыми припонами перед инвесторами, чтобы получить такой статус, получить соответствующее отношение государства к своему проекту. В чем это выражается? Это очень интересный подход. Вы знаете, когда выполняется проект, столь дорогостоящий в лесной отрасли, например, как целлюлозный, необходимо провести огромный масштаб предварительных работ. Эти предварительные работы связаны с тем, что необходимо прицениться сначала к ситуации, вообще возможен проект или нет. Второй этап – это когда вы оцениваете сам проект с точки зрения стоимости его, необходимого привлечения ресурсов, необходимых финансовых затрат и источников финансирования и так далее. И только лишь потом приступает уже, после того, как эти все этапы прошли, они показали успешный результат, инвестор приступает к тому, чтобы обращаться в банк за получением финансирования, имея на руках соответствующие документы. И потом уже наступает ситуация, когда нужно выполнять инженерный проект, нужно выполнять уже закупку оборудования и строительство. Вот я так кратко описал этот нелегкий процесс. Например, инженерное проектирование при строительстве целлюлозного комбината – это, в общем-то, 12 месяцев. При очень хорошем сложившемся условиях, при грамотной предварительной работе с документацией и с объектами исследований. Это, кстати, о том, что сколько времени тратится на эти работы. И, соответственно, денег. Какие коллективы нужно привлекать. Так вот, важнейшим этапом, мы второй отмечали, важнейшим этапом в такой работе является само наличие лесного ресурса для переработки, которое предоставляет у нас владелец леса, государство предоставляет такому проекту. Этот ресурс должен быть хорошо описан, должен быть понятен инвестору, потому что из одной древесины получается одна целлюлоза или пиломатериал, а из другой – другой пиломатериал и целлюлоза для совершенно разных рынков, для совершенно разных покупателей, для совершенно разных целей. Поэтому государство, если оно желает успешного реализации проекта, должно предоставить соответствующую информацию о этом лесном ресурсе. И, соответственно, после того, как инвестор согласится, что ему этот ресурс нужен, инвестор этот ресурс оформляет на себя, как на проект, который будет в дальнейшем приоритетным. Что же нам говорит новое постановление 190? Вы получите лес, то есть, вот все эти этапы до инженерного проектирования, они стоят деньги. Этих денег в целлюлозных проектах иногда до этого этапа – это несколько десятков миллионов долларов. Подчеркиваю, несколько десятков миллионов долларов. Дешевле, чем 10 миллионов долларов, не будет, даже если это будет очень маленький целлюлозный завод. Так вот, инвестор, согласно этому постановлению, получит лес только тогда, когда он предоставит всю документацию по проекту, который он выполнит, значит, в соответствии с процедурой, выполнит и получит возможность получить этот статус приоритетности, значит, предоставит в государственный орган соответствующую всю документацию с графиком работ, с описанием лесных ресурсов, с описанием площадки, даже по квартальным выполнением самого проекта. То есть, если проект у вас окупается 15 лет, каждый квартал в течение 15 лет вы должны описать. Я говорю о том, что это огромные деньги. Но после этого орган, заинтересованный орган, так в постановлении звучит, их там много, будет принимать решение, позволить вам получить статус приоритетности или нет. Вы уже потратили огромное количество денег, времени, люди были заняты, а вам будут решать, позволят вам или не позволят получить статус приоритетности. Более того, вы уже к этому моменту должны принести те самые справки. Отдельные разделы просто посвящены в этом постановлении детальному описанию, какая справка должна быть документально заверенная, с печатью, справка, заверенная банком, в том числе иностранным банком, выписка из расчетного счета, с документарным подтверждением и так далее. То есть, вы должны еще до того, как вам вообще разрешили этот проект реализовать, предоставили ресурс для этого проекта, вы должны уже мало того, чтобы потратить деньги, но еще и предоставить справки, что эти деньги у вас есть. Я напоминаю, что стоимость таких проектов, она начинается от сотен миллионов долларов. То есть, хороший лесопильный завод, например, стоит больше 100 миллионов долларов. Соответственно, его проектирование и его предварительные работы будут в районе 10-12 миллионов. Вы зачем такое написали в постановлении? Ведь это же было написано, детально прописано в постановлении, огромное количество пунктов, пунктов, и потом представлено соответствующее согласование по ведомству, прошло все это согласование и дошло до премьер-министра. И подписали. Вот она, Вадюшка Юрьев, день, когда инвестор смотрит, а как это все выполнить? Более того, ты выполнишь... Это бессмысленно. Выполнишь это все, а тебе же говорят, да нет, ты знаешь, у тебя гранаты не той системы, поэтому иди отсюда. Да-да-да-да-да. Вот и все. А деньги уже все потрачены. А деньги потрачены, никто их не гарантирует вернуть. Более того, это потом можно отозвать по разным другим причинам. Как я уже говорил, это произошло в случае Амазарского, ЦБК. Уже стройка идет, ну задержались хорошо, ну что-то там произошло. Потом опять подали направление. В соответствии все с процедурами сказали, а теперь не надо. Мало ли, что вы деньги потратили, а теперь идите отдыхайте. Это вы уже делаете ненужную работу. Вот. Я так долго об этом говорю, потому что эта профанация профессиональных обязанностей, вот, она так же, как в случае, если совсем возвращаться далеко назад в передаче, я рассказывал про Нейский, ЦБК, в котором было постановление правительства, что признать целесообразным, строить его там, министерством поручить и так далее. Оказалось, что нет ни леса, нет ни воды, нет ни нужного газа, ни ресурса, вообще никакого ресурса нет на этом месте для того, чтобы построить завод, который был описан в постановлении. То есть, техническое задание состояло из одной странички, хочу завод, было написано, и постановление правительства. А выяснять, что его там нельзя сделать. То есть, не были выполнены те самые работы, о которых я говорил, которые стоят денег. Но уже решение было. Здесь ситуация ставится с другой стороны телегии. Сначала вы должны выполнить все работы, потратить огромное количество денег, а потом посмотрят чиновники, стоит вам разрешать или не стоит разрешать этот проект дальше осуществлять. То есть, постановление бессмысленное. Более того, оно же вышло в феврале еще без так называемых методических указаний, как его осуществлять. На вопрос чиновникам, а когда же выйдут эти самые методические указания, я бы сказал, ну, наверное, в течение шести месяцев, может быть, больше. Они будут разработаны, утверждены. А что будем делать шесть месяцев, гулять, что ли? То есть, в течение шести месяцев будут как раз пожары, если отсчитывать с 23 февраля. Вот такой подарок на 23 февраля мужчинам, работающим в лесной отрасли, что называется. Вот это, понятное дело, что в случае нового руководства, которое, я надеюсь, будет сейчас в связи с тем, что обновляется правительство, обновляется политика, промышленная политика, наконец-то появляется на острие экономической повестки дня. Соответственно, обратят внимание на подобного рода, но это безобразие просто. Напросто непрофессионализм полнейшей воды, чтобы не выходили больше постановления, регулирующие инвестиционную деятельность, где можно толковать или так, или сяк, или в какую-то другую сторону, результатом которых в этих постановлениях будет ничто. Всё можно будет по чиновничьему произволу регулировать. Вот такое участие Рослесхоза у нас в лесной отрасли. На этом я, собственно говоря, и хотел завершить. Вопрос здесь заключается в одном. А что же надо делать? Как правильно делать? Как нужно лесную отрасль развивать, управлять ей? И как нужно научиться строить большие предприятия, и какие их нужно строить по глубокой переработке древесины? Вот, собственно говоря, задача второй половины часа в этом и состоит. Я хочу на примере очень детально разработанной такой программы для Красноярского края. Это край по территории сравним у нас со Швецией, с лесной, такой же лесной страной, как Красноярский край. И ресурс у него побольше, чем у Швеции. Вот в этом крае у нас нет глубокой переработки древесины до сих пор. Есть механическая переработка древесины, так называемая, то есть лесопиление. И зачатки лесохимической переработки древесины имеются в виду... Это старые советские заводы, которые пока еще называются лесохимические комбинаты. Новый Несейский и так далее. Вот как поступить в случае Красноярского края? Реально, если получится реализовать программу для этого края, то она легко транслируется на другие лесные регионы путем некомпиляции. Вот я упоминал в прошлый раз, когда говорил о том, что проект создания лесохимического комплекса предъявлялся руководству Коми, и забыл сказать, что руководство Коми отнеслось очень положительно к самому, к саму идее подачи этого проекта, к самому содержанию проекта. Но это был всего лишь только проект одного целлюлозного комбината. Это не был проект комплексный с точки зрения развития лесной отрасли на территории Республики Коми. Там есть глубокая переработка, Сыктывкарский целлюлозный комбинат есть, и он достаточно эффективный, но на востоке Республики есть большой ресурс, который тоже нужно вовлечь в эту переработку. И если Сыктывкар у нас производит так называемую бумажную целлюлозу, то вот как раз на востоке Республики можно ставить уже и производство химической целлюлозы, и вокруг этого производства вырастает целый комплекс производств, связанных между собой горизонтально, образующих кластер, и на выходе этого кластера классически появляется продукция, которая нужна уже потребительскому рынку зачастую. Подчеркиваю, даже не промышленному рынку, а именно потребительскому рынку. Хотя и промышленная продукция тоже оттуда выходит для соответствующих смежников. Вот. Показать, как это возможно... То есть, Республики Коми еще не успели это сделать, вот в рамках работы, которую мы в Российском инвестиционном агентстве проводили. Но для Красноярского края это сделано, многократно предлагалось, и пока находится в положении интересно-неинтересно. То есть, пока находится в обсуждении, потому что в Красноярском крае поменялось руководство, краевое, скоро выборы. То есть, сейчас не до этого пока, на самом деле. Но, возможно, что и все поменяется в данной ситуации, поскольку новый руководитель больше, чем все предыдущие, разбирается в лесной отрасли. И надеемся, что он правильно поймет концепцию этого биотехнологического кластера. В чем же эта концепция заключается, как она выглядит? В общем-то, ничего экзотического здесь нет. У нас любая переработка от ресурса до конечной продукции представляет из себя цепь технологических процессов, которая оформляется в виде отдельных предприятий. Почему в виде отдельных предприятий? Потому что продукцию каждого процесса можно тоже продавать, не поставлять следующему смежнику по переработке, углубляющему процесс переработки, а поставлять на рынок. Так вот, в случае лесной отрасли это выглядит приблизительно следующим образом, очень простой процесс. На лесных участках у нас произрастает лесной ресурс, который может быть хвойным, может быть лиственным, мягколиственным, может быть твердолиственным. Мягколиственным – это березовый ассин, твердолиственным – это другие породы, там дубы всякие и так далее, более ценные ресурсы. Считается в России, что береза ассин и мягколиственные – это малоценный продукт, а особенно это малоценный продукт в Красноярском крае. Почему? Потому что исторически с советских времен построены Косыгиным еще предприятия, лесосибирский комбинат номер один, ЛДК номер один, Новоенесейский комбинат, лесохимический комплекс, так называемый ЛДК-3, и еще построены больше ста лет назад Маклаковский комбинат. Это все в одном городе, я говорю, Лисосибирск. Маклаковский, по-моему, сейчас не работает до сих пор, ну, несколько лет не работал, значит, остальные два работы, крупнейшие были в Советском Союзе комбинаты, они все классически были ориентированы на переработку ангарской сосны, очень ценного ресурса, произрастающего вдоль реки Ангара на правом берегу, и экспорт этого пиломатериала за рубеж. Отправлялось это все на Ближний Восток, в Северную Африку, традиционные рынки. Вы знаете, я когда прибыл, мне одно время удалось услужить заместителем директора по развитию ЛДК-1, мы тогда выполняли стратегический план развития комбината, и в условиях действующего завода построили новый завод гораздо большей мощности. Это лично, так сказать, моя задумка была, и лично план был составлен, но другое дело, что заканчивал строительство другой человек, который до этого работал на целелозном комбинате в Архангельской области. Так вот, эти все, когда я увидел древесину, которая перерабатывает, какая доска выходит из этого комбината, я понял, что я своей маме в Ярославской области построил деревянный дом, в общем-то, из отбросов, хотя я покупал на рынке очень хорошую, как мне казалось, древесину, но вот в сравнении с той самой ангарской сосной, она, хотя и была выпилена, значит, распилена, бревно было на рамах еще советских, произведенных в советское время, но это была совершенно другая доска, совершенно другая фактура древесины. Друзья мои из Байкалия говорят, что нет ангарской сосны, это изобретение маркетологов. Неважно. Для того, поскольку это действительно изобретение маркетологов, но она, ангарскую сосну можно охарактеризовать определенными характеристиками соответствующей фактуры древесины. Есть признаки определенные. Признаки, да, и ее выделяют на рынках, то есть выделяют на рынках, на которых она торгуется, я уже сказал, это Ближний Восток, Северная Африка, она там легко конкурирует с белой хвойной древесиной из Скандинавии, вот, с елкой в основном, которая туда прибывает, и поэтому она, ангарская сосна красная на срезе, да, ну не красная, красноватая, поэтому легко опознается, легко выделяется среди других продуктов. Так вот, я еще раз подчеркиваю, это совершенно другое качество древесины, чем то, которое я видел вот в Ярославской области, откуда моя мама родом. Так вот, к сожалению, оказывается, что после того, как вы заготовили древесину и вывезли ее на, значит, переработку, у вас начинается процесс механической обработки древесины, когда пиловочник, то есть некоторая часть ствола или хлыста, как его называют специалисты дерева, из дерева подвергается механической распиловке на доску, с последующей дальнейшей обработкой или другие там на брус, на лафет, с выделением соответствующей части отходов. Так вот, при механической обработке приблизительно половина этого пиловочника идет в отход, а то и больше, в зависимости от применяемого оборудования. Подчеркиваю, в отход. Это так называемая щепа и опилки. При правильной технологии эта щепа и опилки поступает тоже на дальнейшую переработку. Опилки, как правило, сжигаются для того, чтобы выработать тепло для сушки древесины, а вот щепа поступает на переработку в целлюлозу. Целлюлоза бывает, я уже говорил, бумажная, а бывает химическая, так называемая, растворимость, из которой можно сделать огромное количество продуктов. Вот это огромное количество продуктов уже начинается следующим уровнем переработки. Но сначала нужно сделать эту химическую целлюлозу. Обратите внимание, что при производстве таких целлюлоз, они получаются разными. Если вы возьмете древесину, произрастающую в Коме, древесину, произрастающую в Иркутске или в Устелиме, или древесину, произрастающую в Красноярске, в Красноярском крае, Получается разное Целлюлоза по свойствам Получаются еще и разные расходы Исходного сырья, древесины На тонну готовой продукции То есть, самый меньший расход Древесины будет в коме Там наиболее плотная древесина Произрастает Плотность древесины зависит от того Холодно там было или тепло Разница в температурных Колебаниях Не в теме, а в средней температуре По региону Более тонкие кольца Более толстые кольца Тоже от этой температуры зависит Так вот, сильно влияет Регион расположения сырья Влияет на расходы Соответствующего сырья на тонну продукции Также химикаты Также все остальные участвующие в процессе Ингредиенты Будут по-разному Включены в процесс Ну что нам сделать, нужно сейчас небольшую паузу Послушаем новости И что мы послушаем Новости у нее всегда хорошие С Евгением Сатановским И Сергеем Корнеевским И мы вновь в эфире Вы вернулись мы в эфир Михаил Валентинович Азанов с нами Мы говорим о лесной отрасли Разное говорим, интересное Мы остановились на технологии Переработки древесины И пришли уже к полуфабрикатам Химической целлюлозе И бумажной целлюлозе Какие же изделия можно сделать Из этих Химических продуктов Мы сейчас посмотрим Хотя целлюлоза это Природный полимер Огромное количество продуктов Можно изготовить Мы посмотрим это отдельно Я хотел в данной ситуации Указать Что все эти процессы Говорю, что можно построить в одной Это горизонтальные процессы Поставки продукции Это одного завода Другой То есть лесозаготовительное предприятие Поставляет древесину Для механической обработки древесины То есть это на лесопильный завод Это одна часть Хлыста из леса приезжает Приблизительно треть Это так называемый баланс Пойдет сразу на химическую переработку На производство целлюлоза В мире везде Во всех лесопромышленных центрах Где перерабатывают древесину Всегда присутствует Вот эта цепочка Которую я сказал Лесозаготовка Механическая обработка Химическая обработка Присутствует иногда Плитное производство Из отходов Или из малоценной древесины Но главным Финансово образующим ядром Таких центров Является именно получение целлюлоза Целлюлозный завод Является центром Потому что экономика Лесопильного завода Механическая переработка Кто бы что ни говорил Куда бы на какой рынок Не поставлял Экспорт, не экспорт Курсы валют Играем на этом И так далее Ерунда Экономика Это кофейки Что вы вырулите Это будет 0-0 То есть вы окупите Свои затраты Прибыль в этом году будет В следующем году не будет Это очень тяжелый бизнес Если нет рядом Целлюлозного завода Всю прибыль получают Западные Восточные Компании по обработке древесины Если Механической обработке древесины Если рядом находится Целлюлозный завод Потому что на него Продаются вот те самые 50% Отходов От лесопиления На вашем предприятии Из которого Потом делается Целлюлоза Кубометр Тонна таких Извиняюсь Тонна таких отходов Щепы Это не просто отход Это достаточно Квалифицированный отход В кавычках Тонна таких Если мне не изменяет память Там несколько лет назад Стоило в Финляндии Там 80 евро Это при том что Пиломатериал Который отправился На экспорт в это время Там стоил 140 евро 150 евро То есть вы понимаете Что отходы Это достаточно Ценный продукт Для того чтобы Потом из него Что-то получить То есть Раз Такую высокую цену Имеет Значит из него Можно получить Еще более маржинальную Продукт Маржинальность Целлюлозы Очень просто Высчитывается Я говорю Для конкретного Случа Для расчетов По Красноярскому краю По лесосибирскому Узлу Лесопромышленному Приблизительно Семистоимость Тонны Целлюлозы Составляет Порядка 420 долларов За тонну Бумажная Целлюлоза А вот продажная На рынке Это поскольку Биржевой товар 800-850 Были ситуации Были ситуации Когда и Тысяча долларов Была За тонну То есть Видите Что Маржинальность Достаточно Высокая 100% А вот В случае Растворимой Целлюлозы Совершенно Иная Ситуация Там Во-первых Много сортов Целлюлозы Есть Специальные Сорта У которых При приблизительно Такой же Себестоимость Там 480-500 Долларов За тонну Покупная Цена На рынке Доходит До 2000 Долларов За тонну Вот Это очень Специальные Сорта Для специальных Последующих Продуктов Но Важно Что Минимальные Из них Это 1300-1100 А какие Это продукты Потом из них Делать Сейчас отдельно Прямо открою Страничку И зачитаю Всем сразу Станет понятно Я Так длительно Подхожу К Самому Кластеру Кластер Это Некая Схема Производственного Развития Территории В которой Есть Обязательные Элементы Вот эти Элементы Для Красноярского Края Биотехнологического Кластера Подчеркиваем Называем его Именно так Потому что Он построен В соответствии С программой Развития Биотехнологий Где указано Что В перечне Промышленных Биотехнологий Все вот эти Виды продукции В более крупном Агрегированном Состоянии Они указаны В буквальном смысле Перечислены Какие продукты Являются Продуктами Высокой Глубокой Степени Переработки Древесины И относятся Именно К биотехнологиям Лесным Биотехнологиям Промышленным Так вот В этом Кластере Должны Быть Обязательно Якорные Предприятия Я уже сказал Что эти Предприятия Якорные Это те самые Целлюлозные Комбинаты Поскольку Вокруг них И строится Крупный Средний Малый Бизнес Крупный Это может быть Большой Лесопильный Завод Например Мощность ЛДК Номер 1 500 тысяч Кубометров Готовой Продукции В год Достигалась Я был В это время На этом Комбинате Когда она Достигалась И в советское Время достигалась То есть Это по Западным меркам Это очень большой Завод Сейчас есть Больше Миллион Есть полтора Миллиона Но Все равно Это очень крупный Завод А если в городе Их три То Вы понимаете Насколько важен Этот центр А вот отходов Они производят Столько же Сколько Происводят Пиломатериала То есть А его некуда Девать Это отхода Он Его нужно Захоранивать За это Нужно даже платить Поскольку Если вы не будете Хоронить Образуется куча И она будет гореть Эта куча Да-да-да Опилки же горят И эти Опилки Склонны к самовозгоранию Есть такие кучи В Красноярском крае Горящие там До сих пор Вот Главу района Который В котором это все Происходило Уже арестовали Тут на 9 мая За соответствующие Отношения К бизнесу За поборы Вот Там Он оказался Руководителем Организованного Преступного Сообщества Соответствующие там Члены Их называли Бесы По первым буквам Фамилии Вот Этих людей Важно Что Опилки Важно Что Щипа После механической Обработки древесины Она должна Поступить На эти Якорные Предприятия Вот В Красноярском Крае Таких Предприятий Может быть Два Один В лесосибирском Лесопромышленном Узле Второй В Бугучанском Лесопромышленном Узле Так сложились Потоки Древесины Так сложились Уже Географические Центры обработки Механической Древесины Которые Будут Служить Сырьевыми Источниками Для этих Комбинатов Но Подчеркиваю Центр финансовой Эффективности Работы В всей Отрасли Вот он Сосредоточен На двух Этих Комбинатах Вот Конечно В Красноярском Крае Существует Лесная Наука Причем Она не просто Наука Академическая Она же Еще и Наука Вузовская Она же Еще и Наука Промышленная Вот Это Исторически Так сложилось Поэтому Все эти Институты Университета Сибирский Федеральный Университет Бывший Институт Университет Технологический Значит Институт Леса Сибирского Отделения Академии Наук Институт Химии Химических Технологий Академии Наук Все это Базовые Предприятия Базовые Научные Учреждения Для того Чтобы Технологии Разработанные Ими Пошли В серию В работу И Производили Добавленную Стоимость Здесь же У нас Присутствуют Институты Развития Банки Это наши Федеральные Вот Огромное Количество Лесозаготовительных Предприятий После Введения Пошлин Экспорт В Китай Круглячка Приостановился Слава Богу Вот Но девать-то Его куда-то Надо Особенно Баланс Надо Я прошу прощения Сейчас сделаем Небольшую паузу У нас впереди Погода И мы вернемся Мы вернулись Михаил Валентинович Азанов С нами Ой Интересные Вещи Слышим Мы о лесной Отрасли Прямо Так и Хочется Заняться И кстати Народ Предлагает Вложиться В том числе В производство Жидкой Целлюлозы Растворимой Не жидкой Она жидкая Не-не Нам пишут Жидкой В процессе Вы вот Процесс растворимый Вы по науке Говорите По правильному Я уже упоминал Что примером Продукции Из растворимой Целлюлозы Является Обычный целлофан Это продукт Буквально Производство Которого Делается Из растворимой Целлюлозы Из природного полимера Так вот Одно из ядер Этого кластера Биотехнологий В лесосибирском Промышленном Музле Это лесохимический Комплекс Который делает 300 тысяч тонн Растворимой Целлюлозы Я говорю цифры Которые уже Подобраны Под лесную базу Соответствующее Исследование Сделаны Там проведены Пробные варки В Швеции На заводах Большого концерна Содра Кооператива Точнее Вот Здесь же На заводе Растворимой Целлюлозы Прямо Со средним Цеху Можно делать Уже Два еще Простых Цеха Производства Это производство Простых эфиров Целлюлозы Карбоксиметил Целлюлоза Значит Этил Целлюлоза Метил Целлюлоза И так далее Это растворы Из которых Потом можно Делать Дальше Продукцию Растворы Эти Высушиваются Отправляются На соответствующий Завод Уже в другом Городе Вот стоимость Завода Который Мы назвали Высокогорский Лисохимический Комплекс Приблизительно Там Миллиард 200 миллионов 180 миллионов Долларов Рабочих мест Почти 2100 Для этого Района Это очень Много Значит Соответственно Продукция Этого Предприятия Уже сразу После Производства Может направляться Например Здесь же Можно делать Из растворимой Целлюлозы Пластик Различные Биополимерные Добавки Куда Например Для буровых Растворов Наполнитель Для буровых Растворов Тоже Можно делать Из целлюлозы Вместо Сложных Совершенных Комбинаций Которые Мы импортируем Полностью А у нас Рядом Месторождение Ванкора В Красноярском Достаточно Много Юрубчино-Тахомское Месторождение Где добывается Нефть Газ Это все Требует Определенных Буровых Растворов Для поддержания Давлений В скважинах Можно Использовать Эти же Простые Эфиры Целлюлозы Для производства Добавка Для фарфора Для флотации Металлов И так далее Рядом у нас Различные Предприятия Свинцугорьевский Свинцово-цинковый Комбинат На котором Флотация Осуществляется Обогащение Руды Флотации Соответственно Там можно Применять Эти растворы И так далее Что можно Сделать Из вот этой Растворимой Целлюлозы Дальше Предлагается Производство Целый завод Ацетатного Волокна И этролов Этролы Это такие штуки Из которых Можно сделать Пластические Такие массы Из которых Можно формовать Огромное количество Всякого рода Изделий Ацетатные лаки Можно производить На этом заводе Можно производить Оптические пленки Для мониторов Экраны Это точно так же Из целлюлозы Делается Обычно Что еще Защитные Смотровые Экраны Для работы С радиоактивными Легковзрывающимися Соединениями Сигаретные фильтры Ацетатный шелк Как только сказал Ацетатный шелк Сразу считайте Что рядом Выросла куча Малых предприятий Этот будет делать Постельное белье Этот будет делать Шторы Этот будет делать Количество изделий Из ацетатного шелка Огромное количество Оправы для очков Детали Измерительной аппаратуры Корпуса Огромное количество Здесь же рядом Надо ставить Завод косметических Медицинских И пищевых Добавок И компонентов Это у нас И различные Наполнительные Пластификаторы Для косметики Зубных паст Пищевые Биодобавки Для фармацевтики Например КМЦ Это карбометил Целлюлоза Она применяется В фармацевтике Очень широко Материалы Для противоожоговых Тканей Это одноразовая Продукция Медицинская Которая Присутствует В различных Госпиталях Она вся Может делаться Из подобного Рода Целлюлозы Наконец Самый Важный Для нашей Промышленности С моей точки Зрения Завод Завод углеродных Волокон И специальных Композитных Материалов Тоже Делается Крыло для самолета Из этого Углеродного Волокна Полученного Целлюлоза Будет Если эта Целлюлоза Была правильно Произведена В соответствии С соответствующими Техническими Требованиями По заданию Заказчика То из этих Углеродных Волокон Получается Крыло Самолета В три Раза Дешевле Чем из Обычных Полиакрил Нитрильных Волокон Получаемых Из нефти Или так Панволокно Так называем Вот Значит Можно делать Баллистические Ткани Это для тех же Бронников Можно всякие Другие композиторы Творить Торпеды Для Автомобилей Я уже говорил Про колесные диски И так далее Наконец Завод Вискозного Штапельного Волокна Вот пиджак Отворачиваете А там у нас Подкладка Из вискозы А там можно Рубашки делать Из этого Штапельного Волокна Более того В том месте Где мы предлагаем Это все Ставить Вот эти все Предприятия В городе Зеленогорск Это был ранее Закрытый город Там этот завод В советское время И построили Остатки этого завода До сих пор Присутствуют ГРЭС-2 Красноярская Которая была построена Для того Чтобы этот завод Работал Она до сих пор Работает И у нее проблема Почему мы выбрали Зеленогорск Потому что там ГРЭС-то Мощностью 1200 мегаватт А тепла-то Она делает 976 гигакалорий В час Куда тепло-то девать В результате Из-за того Что тепловой нагрузки Нет И соответствующий Производство Электричества Тоже на заниженных Режимах Производится То есть ГРЭС-работает Неэффективно А вот такой Комплекс заводов Скушает все Это тепло Скушает электричество И все будет эффективно В том числе И для ГРЭС-2 Ну и наконец Последний завод Здесь Это завод Тарных и упаковочных Материалов Из природных Биоразлагаемых Полимеров Целлюлоза у нас Природный полимер И вот можно делать Ящики Картонные Пластиковые С различным наполнителем Для рыбы Для колбасы Для чего хотите Для различных Больших холодильников Красивые Некрасивые И так далее Вот Что касается Второго ядра В этом кластере Это Богучанский Целлюлозокартонный комбинат Почему целлюлозокартонный Там Особенности Лисосеки При преобладании Блиственницы Говорит о том Что можно построить Только завод ХТММ Химико-термомеханической массы Это полуцеллюлоза Так Если ее Не совсем критично назвать Такой завод Будет служить В общем-то Основанием Для Производства Картона По композитной технологии Берем целлюлозу От соседа Устелима Допустим И производим Заполняем промежутки В этом Решеточки с целлюлозой Заполняем ХТММ Получаем Милуем Получаем Отличный Картон Этот Картон Опять уйдет На наш Тот самый Завод Тарного Картона Вот я Сказал Целый Объем Кластера Который Суммарно Стоит 6 Миллиардов Долларов Все заводы Если под ключ Заказать Одному Строителю Который их Построит По соответственно Последовательным Способам Параллельно Последовательным Способам А окупаемость Понятно Вот И окупаемость У всего Кластера Подчеркиваю У всего Кластера Приблизительно 10 лет Срок стройки У него будет Где-то лет 5-7 Если все правильно Строит Ну нормально Вот И рабочих мест Он создаст Больше 6 тысяч Вот такая Да Ну что ж На этом все Да На этом все А потом вернемся Не успел До конца Ну ладно Спасибо А на твою передачу От двух До пяти Субтитры сделал DimaTorzok